Добрый день дорогие друзья, мы снова с вами в студии ОАЗИС и мы продолжаем с вами Говорит на тему мессианская апологетика, цель этих уроков просто показать, что еврейский народ имеет свое лицо, свое право на жизнь И наверное где-то мы надеемся таким образом разрушить стереотип антисемитизма, который в большей или меньшей степени присутствует в различных динаминациях Дело в том, что если у нас не будет нормального отношения, правильного отношения к тому народу, с которым сопряжено спасение Ведь еще говорит спасение от иудеев, вот любовь на деле, да, само отношение доброе к этому народу Не позволяет очень часто людям просто видеть и понимать суть священных писаний, поскольку относятся уже тогда предвзято к ним И сегодня у нас четвертый пункт мессианской апологетики Мы поговорим об уникальности этого народа В чем же выражается уникальность еврейского народа? Безусловно, что каждый народ, он сам по себе уникален Что слово уникальность подразумевает под собой неповторимость Особые какие-то отличия, особые черты И, вне всяких сомнений, еврейский народ, библейский народ обладает этой уникальностью И выражается она в следующем Бог создал для себя народ От Авраама и Сары Я хочу акцентировать ваше внимание на том, что Бог не взял себе уже готовый какой-то материал Который бы можно было охарактеризовать как людей способных, особо одаренных Возможно, физически сильных, молодых, крепких Обладающих каким-то потенциалом, особенным генетическим Все было как раз напротив Бог взял два старых человека Которые были уже не способны к зачатию Об этом абсолютно однозначно свидетельствует Священное Писание Которое говорит, что Авраам уже состарился У Сары, обыкновенная у женщин, кончилась И тем самым подчеркнута мысль о том, что То, что у этих людей рождаются дети Это чудо То есть начало нашего народа уже сопряжено Со сверхъестественными вещами То есть по природе уже невозможно было рассчитывать на то, чтобы у Авраама Сары были дети И я думаю, что Бог это сделал для того, чтобы никто не мог сказать, что вот Бог выбрал для себя Такой вот хороший материал Конечно, теперь вот люди эти в такую позицию поставлены Бог по своему желанию избрал людей Которые в глазах этого мира фактически были уже списанным материалом Омертвелые по плоти Дело в том, что с нами иногда тоже происходят подобные вещи Нас списывают со счетов Считают нас отработанным материалом И теология замещения как раз этим и занималась Она говорила, что вот еврейский народ Он свое отжил Все, что мог он сделал Больше нечего с ним как бы заниматься И поэтому Бог выбрал для себя церковь И теперь церковь является Божьим народом Очень похоже все вот работает Но дело в том, что вот эти два Омертвелых по плоти человека Они были духом живее всех живых И это были, есть и останутся навсегда Авраам и Сара Лучшими представителями человеческого рода Эти люди стали прародителями еврейского народа Через которые потом Бог осуществлял план спасения На земле всего человеческого рода Именно в этом народе Впоследствии рождается Машиах Уникальность этого народа выражается в том Что этот народ живет на земле И среди народов не числится Точно так же как левиты Не числятся Среди 12 колен Израиля И не имели своего удела земли Точно так же еврейский народ Он Не числится среди других народов И земля, которая дана была нам Действительно по площади Настолько крошечная Что если вы откроете карту мира Вы не найдете там Израиль Когда-то я искал Израиль на карте мира Моя младшая дочка Я помню, когда она искала Искала, приходит и говорит Папа, нету Израиля на карте мира Я говорю, да, он настолько маленький Что нету территории Нету как бы площади Чтобы даже написать слово Израиль Вот обычным шрифтом На карте мира И Я хочу обратить еще особое внимание На то Насколько Бог постоянен В плане Своего выбора Мы знаем в Новом Завете Есть хорошая такая вот Концепция Есть учение Ешуа Которая говорит Что верному в малом Я дам больше Показывая тем самым Что мы должны быть Постоянными и верными В служении В своем избрании В выборе своего пути И очень часто нам Как бы хочется Видеть пример А как это работает В священных писаниях Я хочу обратить ваше внимание На то, что Бог Озвучивая Вот этот принцип Верному в малом Дам больше Сам следует Этому принципу И заключив завет с Авраамом Он остается верным и преданным Аврааму В последствии он Обновляет свой завет с Ицхаком Потом с Иаковом И когда Бог говорит Аврааму Что я Сделаю тебя Отцом множества Мы видим Что при своей жизни Авраам Он Как бы Не видит этого множества Умирая Он видит только Своего сына И два внука Рожденных уже От Ицхака Иакова И Исава Это те Кто находятся рядом Потому что Те шесть сыновей Которые были Впоследствии Рождены От Хитуры Он их тоже отправил Они Не были с ним рядом И мы знаем Также Что на похороны Авраама Приходит И Измаил И вместе С Иаковом Они хоронят Своего отца Но Обетованное семя Находится В Ицхаке И вот Бог Озвучивая принцип Верному в малом Дам больше Сам Остается верным Очень малому Вот этому зерну Посеянному Вот этому семени Посеянному Через Авраама И Сохраняет свой завет Мы видим Что Еврейский народ Еще не будучи народом А являясь только Вот большой семьей Такой В четвертом поколении Входит в Египет Потому что Авраам Это первое Поколение Мы будем считать Ицхак Второе Иаков Третье И четвертое поколение Это Двенадцать сыновей Уже рожденных Иаковом И вот эта семья В количестве Семидесяти душ Входит В Египет Будучи большой семьей Но Через четыреста тридцать лет Из Египта Выходит Народ Семья Входит в Египет А из Египта Выходит народ И Бог Сохраняет Верность Этому народу Доказывая тем Что рукой Крепкую Мышцую Рукою простертую Мышцую крепкую Он выводит Свой народ Из Египта Десятью казнями Подтверждая тем самым Что он остается Верным И преданным Как малому Тогда Так и Большему То есть Народу Который уже Является Является Этносом Является народом И впоследствии Бог сохраняет верность Именно этому народу Мы видим Что все заветы Он заключает Именно с еврейским народом И вот уникальность Нашего народа Она также заключается В том Что Бог Несмотря ни на что Остается верным Своим обещаниям И сохраняет Особые отношения С этим народом Как я уже сказал Главное Такое преимущество Еврейского народа На мой субъективный взгляд Заключается в том Что через этот народ В мир Рождается Мессия Трудно Переоценить Уникальность В этом плане Потому что Именно через Эту группу людей Приходит в мир Спаситель И дает спасение Не только Своему народу Не только Евреям Но он дает спасение Всем Всему человеческому Роду Потому что Новый Завет Говорит От одной крови Произвел Бог Весь человеческий род И естественно Он дает спасение Всему Человеческому роду Через кровь Ишуа Мессии Но есть одно условие Ты должен поверить В то Что это Правда Ты должен согласиться С этим И впустить это В свое сердце Впустить это В свою жизнь Тогда только Кровь Мессии Пролитая Когда-то Возымеет силу И Очищающее действие И также Покроет Твои грехи Если ты в это Поверишь Несколько стихов Я хочу Сказать В защиту Как бы Вот этого пункта В защиту Этой позиции Что Уникальность Нашего народа Является Или выражается В том Что народ Живет на земле Но Среди народов Не числится Он как бы Не в счет И Вот почему Числа 23 глава 9 стих С вершины скал Вижу я его И С холмов Смотрю на него И вот Народ живет Отдельно И между народами Не числится Амин Другая сноска Итак Если вы будете Слушаться Глаза моего И соблюдать Завет мой То будете Моим Уделом Из всех Народов Ибо Моя Вся земля А вы Будете У меня Царством Священником И народом Святым Вот слова Которые ты скажешь Сынам Израилевым Исход 19 глава 5 и 6 стихи Я хочу обратить Ваше внимание На то что Когда апостол Петр пишет Свое послание Он говорит И вы народ Избранный Царственное Священство Призванный Возвещать Свет Он имеет Ввиду Именно Еврейский Народ Потому что В любом Толковании Вы можете Найти что Послание Петра Конечно Является Адресатом Послания Петра Является Еврейский Народ В книге Исход Мы просто Видим Что Бог Обещает Евреям Что Они будут Уделом Его Из Всех Народов Поэтому Трудно Сказать Что Другие Народы Тоже Являются Уделом Бога Нет Не Являются Поскольку Еврейский Народ Является Уделом Из Всех Народов И он Говорит Почему Потому что Моя земля Говорит Бог А вы У меня Будете Царственным Сеществом Другими Словами Бог Будучи Сувереном Сам Решает Кого Взять В удел Из Общей Массы Других Народов Нравится Это Кому То Или Нет Мы Сейчас Говорим О Факте Озвученном Священном Писании И Я Уже Говорил Что Каждый Человек Будучи Представителем Другого Народа Входит В завет С Богом Делая Личный Свой Выбор Другой Стих То есть Если с евреями Бог заключил Завет Как с народом Договор Подписан То На условиях Нового Завета Каждый Язычник Уверовавший В Бога Лично Сам За себя Говорит И Вступает В завет С Богом Еврейский Народ По другому На других Условиях Вступил В договор С Богом Так как Десятину Сынов Израилевых Которую Они приносят В возношение Господу Я даю Левитам В удел Потому И Сказал Я им Между Сынами Израилевыми Они Не получат Удела Числа 18-24 Мы видим На этом Примере Что Колено Левия Тоже Не считается Между Двенадцатью Коленами И Ставится В отдельную Позицию В определенное Положение И Они Отделены От Двенадцати Колен То есть Мы видим Что здесь Еще больше Происходит Отделение Уже Внутри Еврейского Народа Но Теперь уже То что Касается Левитов И потом Мы видим Что левиты Внутри Этого Колена Происходит Еще Более Как бы Тонкое Такое Отделение И Это Будет Касаться Священников То есть Священники Всегда Выбирались Из Колена Левия Но Левиты Не допускались К тому Служению Которое Выполняют Священники И Первосвященник Который Выбирался Из Священников Тоже Выполнял Определенное Служение Которое Не могли Выполнять Священники И Естественно Не могли Выполнять Левиты И Естественно Не могли Выполнять Евреи Из 12 Колет Пример Мы можем Привести Царя Осию Который Нарушил Это Вошел И стал Кодить То есть Совершать Служение Он был Из Другого То есть Он не был Из колена Левия Хотя Был Из Насколько Я помню И ему Священники Сказали Не тебе Кодить Господу Он их Не послушался Вошел Святилище Совершил Служение И вышел Оттуда Покрытой Проказой И умер Прокаженный Отдельно Живя От всех Людей Бог Показывал Насколько Он Защищает Или Отстаивает Тот Выбор Который Он сделал Поскольку Он Суверен Люди Не имеют Права И Сегодня Претендовать На то Чтобы Что-то Изменить В Писании Мы все Знаем Хорошо Что в Последние Стихи В Книге Откровения Говорят Что если Кто-то Изменит Или что-то Добавят Добавят К этому Слово На того Бог Наложит Язвы Поэтому Невозможно Оспаривать Уникальность Еврейского Народа На основании Традициям Дорогие Стать И понимать Писание Намного Больше Вместе С этим Я хочу Напомнить Вам Что Этот Волонтерный Добровольный Проект Мы ведем Выкладываясь Полностью И лучшие люди Работают Над ним Это стоит Нам денег Я Не очень Люблю Просить Но В данном Случа Обращаюсь К вам С просьбой Если Господь Располагает Вас Ни в коем Случа Вы ничего Не обязаны И вы Все-таки Захотите Пожертвовать Два Пять Три Доллара Сколько Захотите То При Множестве Это Усилит Наши Возможности Переводить Материалы С иврита Давать Вам Видеть Большее Количество Учений И я Уверен Что Это Будет Благословение И для Вас И для Нас Мы Создали Такую Возможность Если Вы Нажмете Вот На Эту Кнопку Донейт Пожертвовать И Войдете В Нее То Там Будет Возможность Через Пейпал Систему Сделать Небольшое Пожертвование Это Будет Благословением Уверен Для Нас Уверен Для Вас Пусть Бог Благословит Вас Спасибо Что Вы Оазис Медиа Субтитры Субтитры Субтитры